На встречу пригласили казачат школы номер 6 и студентов первого курса гуманитарного университета имени Шолохова. Ветеран войны Дмитрий Ильич Нашатынский по возрасту попал в армию только к концу войны. Воевать ему пришлось уже в Победном, в 1945 году, и ребята с интересом слушали рассказы снайпера. Так же, как и волнующее повествование коренной анапчанки Нины Гавриловны Лобус. Она пережила войну в оккупированной Анапе. Мы тогда жили в Анапской с мамой всего вдвоем. В одной стояли Румынии, а в другой склад. Они нас вывезли к соседям. Ветеранов, живых свидетелей Великой Отечественной войны становится все меньше. Многим не позволяет возраст и здоровье участвовать в таких встречах. Тем ценнее каждое слово из их воспоминаний. Центр патриотического воспитания молодежи Ратмир стремится как можно чаще, а не только ко Дню Победы, проводить такие встречи. Пока мы помним свою историю, мы сильны. Ни в коем случае нельзя забывать победы своего народа. И именно поэтому данное мероприятие имеет важное значение. Самое отрадное для ветеранов, что дети усвоили урок мужества. Как подтверждение тому, юные патриоты показывали сценки, пели песни о том, что они будут помнить подвиги дедов. В Берлине когда-то фотограф снимал фронтовой, сержанта в медалях с его молодою женой. Основательно подходят к патриотическому воспитанию детей сотрудники детского сада номер 18. Каждый год в нашем детском саду проходят тематические мероприятия, посвященные Дню Победы. Мы считаем это очень важной задачей, которую мы осуществляем ежегодно, потому что тема патриотизма очень важна. И считаю, что с самых малых лет, с самых практически младших групп мы проводим и беседы тематические, и экскурсии к памятникам, и к трём свечам, и к вечному огню. Старшая группа с воспитателем Еленой Пастенос в предпраздничный день совершила мини-экскурсию к памятнику «Три свечи» Инна Бульварьевскина. О своих впечатлениях ребятишки поделились с психологом детского сада Натальей Семененко. А что за знак у нас с вами приколот на груди? Ленточка. Ленточка. А что она означает? Это символ Дня Победы. Молодец! А некоторые по случаю столь великого праздника даже выучили стихи. Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна, одевают наши деды боевые одина. Встреча воспитанников детского сада «Виктория» с ветеранами Галиной Брониславовной Булатовой и Анатолием Ильичом Шиловым в канун празднования Дня Победы получилась впечатляющей и по-настоящему волнительной. Тщательно готовились все – воспитатели, родители. Специально были пошиты костюмы. Малыши-мальчишки маршировали в солдатской форме военных лет. Изображали командиров и медсестричек так прочувствовано и натурально, что бывшая в годы войны медсестрой Галина Брониславовна Булатова не смогла сдержать улыбку. В сценке на прифронтовой полянке детки спели песню «Вьется в тесной печурке огонь». Танцевали под музыку синенький скромный платочек. Так вдохновенно исполняли все номера, что ветераны и зрители не раз вытирали слезы, аплодировали и кричали «Браво!». Продолжение следует...